привет ребят с вами кир механик давно не писал видос рад всех видеть слышать рад что смотрите сегодня у нас еженедельный выпуск по вопросам подписчиков и не немного поговорим о планах на будущее приступим поехали затрону первым делом тему вопросов которые уже не один раз обжевывались предыдущих видео ребят без обид больше эти вопросы я даже отвечать на них не буду для этого существует канал чтобы вы смотрели видео и на свои вопросы находили там ответы долбить меня в личку вконтакте и другие как бы способы связи по поводу ответов которые есть на канале и отвечать я просто принципиально не буду зачем для чего я тогда делаю видео просто чтобы вы нашли вроде бы канал который соответствует вашему вопросу и как говорится позвонили на горячую линию сбербанка и хотите решить свою проблему нет попытайтесь решить свою проблему сами я уже давно это миллион раз обсуждал все проехали и забыли дальше вот очень часто задают я так понимаю короткий код кодировки блоке бортовой сети или в каком-то другом блоке то есть нету длинного кодирования это очень распространенный вариант я в предыдущих видео это объяснял это горячая тема что если у вас короткий код кодировки значит ваш блок не поддерживает длинное кодирование вася диагност тут ни при чем или висит с по поводу шнурков ккл ваком любых версий эти шнурки поэтому и стоят 1000 рублей потому что они не поддерживают тот функционал который передает в сидс или вася диагност ими нельзя сделать то что дип можно сделать этими программами это просто диагностический адаптеру может считать ошибки как другие простейшие адаптеры на основе обд-2 далее вопросы много поступают по настройке штатных сигнализаций центральных замков вот сейчас будет отдельный раздел сборники кодировок последнего выпуска по настройке именно сигнализации штатной сигнализации и открытия и различных функций вариантов открытия центрального замка штатного следующий вопрос набивший уже оскомину как отключить иммобилайзер ребят вася диагностом не отключить иммобилайзер ну это логично было бы достаточно просто подключив этот автоадаптер и отключить охранную сигнализация охранную систему автомобиля это глупо просто далее будет ли обзор блоков по маркам да будет обзор блоков по маркам на данный момент у меня информация скопилась достаточно готовая для обзора по видосам это audi a6 c6 c5 audi q5 audi q7 audi a4 volkswagen и тигуан гольф посад возможно затронем пола но там достаточно ущербные блоки комфорта там практически нечего кодировать поэтому посмотрю что и будем делать с пола потом естественно skoda a7 собственно основной сборник кодировок построен наш кодовский кодировках но это сейчас я отдельно об этом расскажу теперь отдельная тема по сборнику кодировок которые все вы любите все вы скачиваете используете на данный момент последний раз сейчас выйдет третий релиз сборника кодировок то есть я подготовил добавил там много интересных функций это в отдельном выпуске я расскажу вам будет доступна ссылка для подписчиков канала где-то в течение суток у кого будет уведомление подписчик канала получат ссылку она будет доступна кто успеет скачать потом как обычно через запрос в группе вконтакте либо на почте для связи так вот сборник кодировок приобретает уже такой хаотичный материал где очень много различных кодировок пересекающийся по различным маркам ему принято решение что со следующих выпусков будет отдельный раздел на канале касаемо сборника кодировок не просто программы cds а именно сборник кодировок будет разбитие по маркам то есть я разобью по маркам audi по наиболее для данный момент наиболее популярным volkswagen шкодина вот и отдельно по каждым моделям чтобы вы как зрители или подписчики не путались если ну поначалу будут основные популярные модели и вы сможете конкретно свою модель найти и с большой вероятностью ваше кодирование уменьшается успехом и вы не будете кричать мне в личку сообщениях канала что вот и меня ничего не могу столько полезных функций либо я предоставляю недостоверную информацию либо здесь либо у меня что-то не так и человек весь в переживаниях что не ничего не получилось так вот будет разбито по audi volkswagen skoda и по маркам будут сразу отдельно самые популярные марки то есть например volkswagen будет пассат тигуан будет гольф будет volkswagen t5 сразу audi будет а6 с ее модификациями будет q5 будет а4 q7 немножко потому что там с двигателями варианты ну естественно skoda a7 основная для кодирования модель то есть вот планируется такой вариант то есть разбитие по моделям естественно эти кодировки будут дополняться благодаря вашим вопросам и ответом все это будет обновляться добавляться но по мере возможности то есть для того для удобства у вас чтобы сборник кодировок просто не превращался в одну большую свалку будет разбить и по маркам далее еще отвечу на несколько вопросов такие как по регенерации сажевого фильтра есть отдельное видео я делал пожалуйста смотрите там нет ничего сложного последний человек спрашивал могу ли я увидеть когда дело с регенерации последний сажевого фильтра глупый вопрос если у вас регенерации сажевого фильтра делается то регенерации сажевый фильтр еще живой и и можно делать радуйтесь этому и делать ее спокойно а когда это кто-то Если вы недавно купили автомобиль, я могу сказать, что я не знаю, как посмотреть последнюю регенерацию. И не вижу причин, зачем это было бы нужно. Смотреть, когда была последняя регенерация. И по отключению сажевого, ребят, говорил уже миллион раз. Не все блоки, не все варианты исполнения блоков и моделей поддерживают отключение сажевого фильтра. Потому что бывало, модель выпускалась, например, на российский рынок. И точно такая же модель шла на Европу. И наличие или отсутствие сажевого фильтра снижало или уменьшало версию Евро 4.5. Только убирание сажевого. И чтобы не путаться с прошивками, с блоками и так далее, производитель делал такие манипуляции. То есть он просто тупо на конвейере не ставил сажевый. Дальше шел просто труба с катализатором. Естественно, отсутствовали многие датчики. И чтобы ему не мудрить с перепрошивкой программного обеспечения, сразу в блоке была сделана такая возможность отключения блока сажевого. А если комплектация ставилась сажевый, то естественно просто тупо программировался быстренько в блоке, что сажевый есть. Вот такие варианты исполнения программного обеспечения блоков позволяют отключить либо включить сажевый. Если этого нет, то, к сожалению, нет. Я вам всего лишь привел пример, что есть такая лазейка, без всякого чип-тюнинга, за который просят 10 тысяч рублей как минимум, отключить ваш сажевый фильтр. Вот такие у меня сегодня были вопросы-ответы, такие новости. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Как всегда призываю, ребят, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, рассказывайте другим подписчикам. С вами был Акер Механик. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok